На узбекистанской земле, как и во всем христианском мире, проходят праздничные богослужения, елки и концерты. О встрече величайшего праздника в Ташкентской епархии в нашем следующем сюжете. Главное в святые дни после Рождества – это, конечно же, богослужение, молитвенная встреча с Богом. Митрополит ташкентский узбекистанский Викентий побывал в разных храмах и помолился со своей паствой. Он посетил храм святого равноапостольного князя Владимира в Ташкенте, где на проповеди отметил, как важно рождать детей со смирением, подобно Пресвятой Деве, принимать чад, посланных нам от Бога, и в свою очередь посвящать их на служение церкви. Архиерейская литургия была совершена и в храме в честь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость, которая находится на Боткинском кладбище, недалеко от реконструируемого ныне храма Александра Невского. Здесь Владыка также совершил панихиду на могилах архиереев и монашествующих, упокоившихся на этом кладбище. А в церкви великомученика Ерымагена, патриарха Московского, состоялось всеночное обдение, что стало особым событием для прихода, так как обычный митрополит Викентий бывал здесь на литургии. В эти дни пообщаться с Владыкой могли и дети, и взрослые. Проходили рождественские елки. Мы будем стараться, дорогие братья и сестры, чтобы приобретать Бога в своем сердце, быть ближе к Богу, жить по воле Божией, жить по его святым заповедям и тем самым делать себе добро, сделать себе благо. В Свято-Троицком Никольском женском монастыре детям и их родителям была показана сказка-притча, а затем архипастырь сам вручил подарки. Состоялась архиерейская елка и в Духовно-административном центре Ташкентской епархии. Ребята смотрели сказку «Щелкунчик», в которую вплетались современные композиции. Также в Ташкенте состоялся рождественский концерт. На сцене столичного русского академического драматического театра выступил приглашенный из Оренбурга детский хор «Новые имена». 38 юношей и девушек, мальчиков и девочек из хора исполнили замечательные церковные песнопения, рождественские калятки, а также попури из известных детских песен. Мы потрясены этим концертом. Мы давно не слышали вот такой музыки на одном дыхании. От начала и до конца душа наша поет. Мы уходим, вот слезами обливались просто от радости. Спасибо большое. Не избалованы частым хоровым пением, исполнительством. Поэтому нам очень приятно, особенно детей, слушать. Спасибо большое всем организаторам, всем, кто провел этот концерт. Большое спасибо.